Мадам, уже падают листья и осень в смертельном бреду. Пел в начале 20 века Александр Вертинский. Вообще, это время года, кроме романтики, известной доли меланхолии приносит с собой и опасности. Одна из которых – сезонная ОРВИ. Если у нас в среднем обращаемость вызова врача на дом, например, в неотложную помощь с признаками ОРВИ летом, это где-то 10 человек в день, сейчас это, наверное, 15 человек в день, то в период подъема заболеваемости гриппом ОРВИ – это где-то 60 человек в день. Избежать больничного и не по погоде жарких ночей поможет вакцинация. Она традиционно стартует в начале сентября, перед пиком заболеваемости. Необходимыми препаратами уже обеспечены все учреждения здравоохранения региона. Причем вакцины разные для разных же категорий пациентов. Вакцина «Сови Грипп» для взрослых. Она преимущественно используется для всего взрослого населения. Это трехкомпонентная вакцина, которая состоит из тех видов, типов гриппа, которые, по данным ВОЗ, циркулируют в северном полушарии. Ну, если подробнее сказать, это два типа гриппа А, H1N1 и H3N2, так называемый свиной грипп и гонконгский грипп. Специальная вакцина и для детей, также для беременных. В первую же очередь врачи советуют привиться работникам транспорта, общепита и образования. Студенты у нас приезжают в наши ВОЗы практически со всей территории, иногда из-за рубежа. Территория нашей огромной страны. Поэтому я считаю, что это необходимо делать. И обезопасить как их, так и себя. Я всегда делаю от ковида и от пневмококковой инфекции. И вот сейчас предложили только от гриппа. Делаю от гриппа. Врачи подчеркиваю, своевременная вакцинация поможет избежать осложнений, которым особенно подвержены пенсионеры и пациенты с хроническими заболеваниями. И это лица с хроническими заболеваниями, с хроническими неинфекционными заболеваниями, с заболеваниями в первую очередь сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, сахарный диабет, лица с метаболическими нарушениями ожирения. Прививки обязательны. Не то, что полезны, они просто обязательны. Особенно, когда возраст уже плюс 50. Мне так кажется. Я не знаю, конечно, как. Но так как у меня еще первое биологическое образование, поэтому я знаю, что прививки надо делать обязательно. Прививаться не рекомендуют людям с обострением хронических заболеваний, простудными или кишечными инфекциями. Вячеслав Новожилов, Алексей Юферев, репортер 73.